Всем привет, дорогие мои зрители! И мое традиционное, любимое и сегодня наполненное особым смыслом приветствия я вернулась с пробежки и снова я с вами. Я на самом деле очень рада тому, что я наконец вернулась домой. Я приехала вчера поздным вечером, вчера только отдыхала, сегодня разбирала вещи, прибиралась и так далее, и так далее, и так далее. И хочу с вами поделиться, во-первых, своей радостью. Я надеюсь, что вам стало чуть-чуть веселее, чем было до этого. И во-вторых, наверное, некоторыми соображениями на свежую голову, которые, может быть, кому-то будут интересны, это мое возвращение из большого города в маленький город. Вот, и мне не было месяц, и я от чего-то отвыкла, и как мне показалось, ну, в общем, вот я сейчас вам буду рассказывать свои первые впечатления по прибытию. Вот, во-первых, что хочу особо отметить, что я на лексическом уровне сюда возвращаюсь домой. Вот, мы здесь в Пущино все, ну, весь мой круг общения практически, за небольшим исключением, это люди, которые родились где-то в других городах, приехали сюда учиться, но кто остался, тот остался. Поэтому у многих родители живут не в этом городе. Вот, и я замечала, что по первому времени, когда мы ездили к своим родителям домой, то мы обозначали это как «я еду домой». И мы друг другу говорили «я еду домой тогда-то». Задавали вопросы «ты едешь домой на Новый год?» и так далее. Прошло некоторое время, у всех по-разному, интересно было наблюдать вот этот переломный момент, когда ты перестаешь говорить «я поехал домой» и начинаешь говорить «я поехал к родителям». Или даже так «я поехал в гости к родителям». Или «я поехал» и дальше называется просто «город, в который ты едешь». Например, «я поехала в Нижний Новгород». И вопрос такой «ты, например, на Новый год в Нижний едешь?» Или там «на свой день рождения ты в Нижний едешь?» Или «летом ты в Нижний едешь?» И в моем случае эта перемена произошла, наверное, где-то через 4 года. После того, как я уехала из дома, я не сразу уехала с намерением уехать. Я сначала поехала учиться на пятом курсе, я написала диплом, потом совершенно даже не факт было, что я сюда вернусь или останусь, вообще таких планов не было. Ну вот в моем случае прошло 4 года, и я стала называть родительский дом родительским, а то, где я живу, у себя дома. При том, что это долгое время были какие-то общаги, съемные квартиры, потом опять общаги, потом опять съемные квартиры и так далее, но в то же время сместилось понятие дома. То есть дом – это то, где нахожусь я в данный момент, где проходит моя основная жизнь, там, где моя работа, друзья, круг общения, личная жизнь и так далее. А родители – это родители. И когда я приезжаю в Нижний Новгород, меня охватывает волна ностальгии, волна домашнего тепла. У меня возникает ощущение, что я нахожусь дома, что мне сама земля помогает ходить, что любое движение дается мне очень легко, я чувствую себя очень уверенно в Нижнем Новгороде, потому что этот город, где я родилась, выросла, училась, и мне здесь не надо никому ничего доказывать, я сюда не понаехала, если угодно. Это мое родное место, мое гнездо, где я имею абсолютно все те же права, что и все остальные жители. Хотя, впрочем, через какое-то время такое же чувство практически у меня возникло и в других местах, вернее так, что моя скованность, растерянность не в родном городе, они куда-то исчезли, и, в принципе, такое ощущение от родного города, оно несколько притупилось. Притупилось, но не исчезло полностью, не до конца. Так вот, когда я возвращаюсь в Пущино, то у меня охватывает чувство невероятного счастья, иногда даже на каком-то физиологическом уровне, то есть у меня захватывает дыхание, у меня начинается легкое головокружение, отчасти, кстати, это связано очень просто с тем, что последнее расстояние движения автобуса до города это движение с горки в горку, он разгоняется, совершает некоторые виражи, и поэтому это чувство, его возникновение, оно очень легко объясняется. Но, тем не менее, все это накладывается еще и на предвкушение возвращения домой, и поэтому возникает вот такое чувство полета, которое можно сравнить из того, что мы будем говорить в эфире, скажем, с качанием на качелях, или с резким движением лифта. Кстати, все эти состояния, включая то, о чем вы подумали, они все имеют одну общую компоненту, это легкую гипоксию, легкое потерю чувства равновесия, или как-то не так. Ну да, что-то связанное с ощущением силы тяжести и так далее. Ну вот. Так что я вернулась именно домой, и объяснила, почему вот именно так я это все называю, вот, и поэтому по возвращении, причем это было всегда, практически с первого раза, всегда меня охватывало вот это вот чувство счастья, и возвращение туда, куда надо. При том, что когда приезжаю в Нижний, все-таки у меня есть такое легкое ощущение долга, то есть что я здесь все-таки подолгу нахожусь, потому что надо встретиться с родителями, хотя там у меня тоже есть свой круг общения, там остались мои замечательные подружки, с которыми мы общаемся все эти годы, я очень счастлива, что это все продолжается, несмотря на расстояние, несмотря на то, что мы взрослеем, и у каждого своя жизнь, у многих уже появились семьи и даже дети, тем не менее мы все равно находим время для общения. Пускай этого времени становится меньше, но тем продуктивнее становится общение, потому что мы понимаем, что у нас всего-то навсего чуть-чуть, выкроено, допустим, час, часочек или парочка, и за это время надо успеть в быстром темпе обсудить все самое необходимое на ближайшие полгода-год. Второе ощущение по силе воздействия и быстроте прихода – это, конечно, свежий воздух. Это я ощущаю сразу, когда возвращаюсь в Пущино. Когда я здесь живу постоянно, я этой разницы не чувствую. И даже когда я езжу в Москву иногда, не так, как раньше, на работу, а потом на выходные сюда, а так иногда проветриться, пообщаться с друзьями, которые живут в Москве, сделать некий шоппинг или какие-то иные визиты, может быть, рабочие, я все-таки такой четкой разницы не чувствую. Во-первых, как мне кажется, в Москве ситуация улучшилась. То есть раньше я в Москве дышать не могла вообще. Я просто бежала изо всех сил, от метро до пункта назначения, чтобы как можно меньше времени находиться на улице. Потом, видимо, привычка взяла свое, но как мне кажется, ну, по крайней мере, хотелось бы верить, что сейчас ситуация в Москве улучшилась, и воздух стал чище. Я не знаю, правда, чем это может быть обусловлено, и с чем связано, чем обратно, но, может быть, мне так хочется, что-то так было, и поэтому мне так чувствуется. Но, тем не менее, после жизни в Нижнем, я там отмечала, что воздух труднее, он тяжелее. И когда я приезжаю сюда, впущена, после длительного перерыва, я выхожу из автобуса. Я, кстати, стараюсь выходить буквально на первой, на второй остановке. Некоторое время пройтись уже пешком, потому что во время поездки, особенно в пробку, мы попали вот в пятничную. Все-таки ноги затекают, и хочется скорее на волю, и глотнуть опять же того же воздуха. Так вот, им даже не надо дышать. Он насасывается сам. Я не знаю, как еще это можно объяснить, но разница чувствуется сразу. Он другой. Он чище, он более увлажненный, он сладкий, он пахнет, я не знаю, он пахнет счастьем. Тем более, что я же приехала в самом начале осени. Вот у нас сейчас такая, даже не юная осень. Если кто-то будет смотреть это видео позднее, сегодня 20... 20-30 августа. Такое предвкушение осени. То есть, все выглядит совершенно по-летнему, но тем не менее, какое-то вот предощущение есть. Чуть-чуть иногда, редко, но встречается желтенький листочек, холодно по вечерам, дует каким-то осенним ветром, и появляется специфический запах, который ни с чем не спутаешь, запах осени. Вот такой слегка сладковатый. Я думаю, это что-то связано с мокрой землей и гниющими листьями. Вот так же, как весенний запах связан с прогревающейся мокрой землей и с распускающимися листьями. Вот. И этот запах пьянит меня невероятно. Вот. Ну, говорят, что у особой группы детей весной и осенью обострения, вот я в какую-то из этих особых групп, видимо, отношусь. Вот. Не надо думать обо мне плохо, потому что в одну из таких групп входил Пушкин. Он очень любил осень, она его тоже подоражила. Он не любил лето, потому что жарко, комары да мухи. Ну, мне все это... не очень сильно дослаждает, хотя классика я понимаю. Так вот, сейчас практически оптимальная погода для меня. Оптимальная влажность, оптимальная температура. Может быть, даже оптимальное соотношение дневной и вечерней. Ну, мы лучшее из того, что может предложить нам в наше время наша полоса. Вот. И надо сказать, что первый раз, когда я была в Пуще, но я была примерно в это же время. Может быть, чуть попозже, да, попозже, но это была также осень, и этот запах я запомнила. Запах свободы, запах ожидания независимости, надежды на самостоятельную счастливую жизнь. И я тогда влюбилась в этот город, потому что потом уже, когда я жила здесь много лет, я поняла, что осенью он особенно прекрасен. И, наверное, выглядит лучше, чем в любое другое время года. У нас здесь в свое время было высажено очень много разных растений, деревьев и кустарников, которые по-разному обесцвечиваются, линяют, меняют окраску в течение осени, и вместе они смотрятся совершенно шикарно. Вот подборка сделана просто фантастическая. Вот, несмотря на то, что за многие годы тут что-то уже пришло в запустение, но, тем не менее, остатки былой роскоши они впечатляют тоже. Так что вот, дальше какие впечатления от маленького города связаны именно с его малостью. Я сегодня погуляла, очень рада ходить по любимым улицам. Я знаю, что через какое-то время они мне уже надоедят, потому что их мало, маршруты все известные, они очень повторяющиеся, но, тем не менее, вот по первому времени я просто рада ходить по ним. Я рада трогать свой дом. Мне все это очень нравится. Зашла в магазин, знакомый продавец, я была ему тоже очень рада, я чуть не бросилась к нему на шею. Ну, правда, я была месяц у родителей, месяц-то все-таки довольно много. За месяц уже как-то начинаешь скучать, и я сегодня поговорила с своей подружкой, она тоже недавно вернулась от родителей. Ну, да, все-таки месяц это, наверное, много. Все-таки лучше едет, наверное, на пару недель, ну, потому что родительский дом, там по-другому идет время, обусловленные разницей в темпераменте поколений. Мы быстрее, они медленнее. У нас немножко разные представления обо всем. Причем приходится и подлаживаться, и подстраиваться под их темп жизни. И, в общем, у них меньше событий происходит. Вот, и так далее, и так далее. Ну, в общем, да, такое есть. Вот. Магазины здесь не круглосуточные. Вот тоже надо заметить, надо помнить, когда что закрывается. Вот, когда что открывается. Мало людей на улицах, по сравнению с крупным городом. И ночью, конечно, очень тихо. Вот. Это все замечаешь сразу, но через какое-то время я привыкну и перестану уже обращать на это внимание. Вот. Еще из хороших новостей. Мы когда ехали в автобусе, я вот узнала, что дыру в заборе на стадион заварили, видимо, в преддверии 1 сентября. Я ужасно огорчилась. Хотя это еще не конец света, потому что есть другой стадион, где дыру, видимо, я надеюсь, не заварить никогда. Там, более того, сделали калитку. Я об этом уже говорила. Но, тем не менее, все-таки, конечно, мне было неприятно, потому что тот стадион, про который я сейчас говорю, он ближе. И я привыкла ходить именно туда. И мне бы хотелось ходить именно туда. И если я буду меняться между стадионами, я бы хотела это делать по собственной воле, а не по принуждению. И вот сегодня я все-таки решила сходить на разведку. Вот посмотреть, насколько плохая ситуация, потому что парень сказал, что он перелезал через ограду в последний раз, и он чуть не сел на кол. И он живописно описал, что и каким образом он мог повредить. Конечно, исключено это делать таким образом. Но я надеялась, что, во-первых, кто-то рано или поздно все равно дыру возобновит. Немножко мы подумывали по поводу болгарки на батарейках. Хотя, вообще-то, это незаконно. То есть, это можно приравнять к вандализму, к экстремизму. А учитывая то, что это детское заведение, тут терроризм недалеко, при желании. Вот. Ну, вот я сегодня стала обходить этот стадион в периметру и увидела там двух занимающихся крупных молодых людей, которые с фантастической скоростью подтягивались на турнике. Я подумала, что нет. Эти люди точно через забор не лезли. Они прошли сквозь него. И мои ожидания меня не обманули. Я действительно обнаружила свежую дыру в заборе. Ура! Ура! И поэтому я сегодня ходила как полубелый человек через дыру. К сожалению, не как белый, который ходит через открытые ворота, но все-таки не как черный, через забор рискуя себе там все порвать. Очень важные органы повредить. Вот. И да, действительно, на контрасте я сразу заметила, что наш школьный стадион в Пущинске, он раза в два меньше, чем Нижегородский водник. И совершенно не случайно я не могла там пробежать столько же кругов, пересчете на круги, сколько и здесь, потому что тот стадион большой, а этот стадион маленький. Здесь я без труда сделала то, что, в общем, хотела. Очень я довольна тем обстоятельствам, что в заборе есть отверстие, потому что я просматривала такие варианты, как лазить под забором. В принципе, там есть местечки, где расстояние от нижней планки забора до земли. Ну, достаточно, чтобы я пролезла. Конечно, припачкаешься с ног до головы, тем более в погоду в осеннюю. Но что же делать? Я подумывала о саперной лопатке. Потом я осматривала фрагмент, где к забору примыкает мусорка. Я думала, как стритрейсер, или как они называются, паркурщик, как паркурщик одним прыжком спрыгивать на мусорный бак, потом перемахивать через забор. Но мне бы очень не хотелось заниматься подобными экзерсисами, потому что это просто чревато всякими травмами. Я уж не говорю о том, что прыгать через мусорный бак, но это удовольствие ниже среднего. И напоследок я скажу, поскольку были запросы на мои покупки, так вот одна из них на мне сегодня. Это такая вот кофта, купленная в Спортмастере. Я ее купила как раз-таки не сразу. То есть это была из тех покупок, когда я сначала примерила, захотела, но покупать сразу не стала и отложила покупку в будущее. В том смысле, что, ну подумайте, действительно нужна ли она мне, вот насколько она мне нужна, стоит ли мне ее покупать, потому что и бюджет не безграничный. Ну и еще есть такой момент, что я не люблю делать много покупок за один раз, потому что тогда ценность каждой покупки для меня снижается. Радость обесценивается. То есть если я пошла сегодня, купила что-то одно, у меня радость. Потом пошла через несколько дней, купила что-то другое, что присмотрела тогда, у меня опять возникает радость. И эта радость, она не омрачается ужасом от количества потраченных денег за один раз. Так что, поскольку ни для кого не секрет, что поход по магазинам – это не только покупка нужного, но и приобретение приятных эмоций, то этот момент для меня не является каким-то неважным. Поэтому, вот, кстати говоря, еще один момент по поводу отличия маленького города от большого. В большом городе, в отличие от маленького, конечно, намного проще совершать спонтанные покупки. Я в каком-то смысле за спонтанные покупки, которые осуществляют следующим образом. В свободное время я хожу по магазинам, смотрю, где что лежит, что продают, по каким ценам, что-то примеряю, не обязательно покупаю. Вот потом, или сразу, в зависимости от обстоятельств, я могу купить эту вещь или отложить ее покупку на какое-то время, обдумать, может быть, достать денег, может быть, прикинуть, действительно нам нужна или нет. Вот. И, конечно, нельзя из маленького города поехать на крупный базар в большом городе в выходные, посмотреть все, потом вернуться через неделю. Ну, понимаете, что это просто намного сложнее, практически невозможно. Мне же с самого детства не нравятся эти ситуации, когда вот у нас, допустим, есть деньги, и мы сегодня идем на базар, и мы должны купить, допустим, куртку. И вот наша цель – купить куртку. И вот мы ходим полдня по этому базару, примеряем везде куртки, наша цель – купить куртку, мы этой цели обязательно достигнем. И неважно, нашли ли мы что-то подходящее, не нашли, мы все равно должны выбрать из того, что есть, потому что сегодня была такая задача, на это есть деньги, и мы должны это сделать прямо сейчас. Мне кажется, что удачную покупку таким образом сделать менее вероятно. То есть все-таки желательно ходить, смотреть, присматриваться, и делать по мере возможностей, покупать именно то, что нравится, то, что доставляет удовольствие, и то, что, скорее всего, вы будете носить, потому что не секрет, что можно купить массу вещей, которые как бы должны быть, которые вроде как нужны, и не носить их никогда. Выкинутые деньги, в общем-то, негативный момент, такого лучше избегать. Ну вот, и за этой кофтой я поехала специально, хотя поехала это громко сказано, я пошла пешком, я никогда не думала, что я буду из своего дома, то есть родительского дома, в этот район ходить пешком, для тех, кто знает Нижний, я живу, то есть мои родители живут, пока не отвыкла, вот, около оперного театра, площади Свободы, вот этот вот район, в Спортмастер я за этой кофтой пошла пешком в торговый центр Фантастика, который находится, не доезжая до Печор, и вот я пошла туда пешком, и обратно пошла пешком, и вот я купила эту штуку, она большей частью состоит из хлопка, она очень приятная к телу, у нее косая молния, что актуальны ему мне сейчас, особенно приятно мне, вот у нее есть капюшон, вот, вот так вот надевается, и вот я эту кофту ношу последние пару дней, ввиду того, что по вечерам уже холодает, и если днем еще жарко, как летом, или хотя бы тепло, как летом, то вечером уже холодает, и я, кстати, особенно оценила вот этот капюшон, потому что голова уже начинает мерзнуть во второй половине дня, где-то после 7 часов, у меня, по крайней мере, поскольку у меня в голове находится нечто очень ценное для меня, что не хотела бы подвергать всякого разного рода воздействиям, то я стараюсь защищать, вот, в целом, мне эта покупка понравилась, я ее считаю удачной, выдержанной, то есть сделанной по разумению, мне путем хватания чего попало, вот, но выяснились в процессе эксплуатации двухдневной и некоторые недостатки, во-первых, это вот открытая шея, я бы не сказала, что это серьезный недостаток, потому что он легко исправляется повязыванием косынки, но вот сегодня я этого еще не делала, почти что, потому что, ну, вроде как еще, как бы летом, вот, хотя косынка у меня с собой есть, но вот на данный момент ее на мне нету, и второй момент касается капюшона, я поняла, что мне не хватает, хотя здесь это конструктивно не запланировано, потому что капюшон плавно переходит в остальную часть без какого-либо воротника или там и так далее, вот, мне не хватает кулиски с возможностью затянуть его, для того, чтобы он не сваливался во время моей активной деятельности, то есть пока я просто иду по улице вот так, все нормально, хотя я немножко напоминаю сама себе персонажа уральских племеней, которые там вот наркоманов уральских изображают в каких-то неблагополучных районах Екатеринбурга, вот, но если я бегу по дорожке и если я прыгаю через скакалку, то у меня капюшон сваливается, в общем, не здорово, лучше бы он все-таки затягивался, вот я не знаю, стоит ли решать эту проблему путем обращения к партнихе, может быть не стоит, посмотрим, вот, но в целом я считаю, что покупка удачная, мне нравится, тем более, что за косую молнию прощается практически все, вот, еще один негативный момент могу отметить, иногда тут торчат где-то нитки, не идеально аккуратно обработаны швы, что, собственно говоря, хотелось бы от фирменных вещей, которые продаются в хорошем магазине, я понимаю, что спортмастер это совершенно не люкс, это самый масс, но, тем не менее, все-таки по ценам, а вот эта штука, она, например, стоит около 3 тысяч, вот, это без всяких скидок, потому что это новая коллекция, но, конечно, для меня не вариант чего-то ждать, во-первых, она мне нужна сейчас, во-вторых, к тому моменту, когда будет распродажа, вообще может все тут поменяться уже, и к тому же, никто не гарантирует, что останется мой размер, вот, по размеру я, кстати, подобрала ее довольно неплохо, да, тут еще есть карманы, они, к сожалению, не застегиваются никакие молнии, но мне бы хотелось, чтобы застегивалось, чтобы там ключи не выпадали, или еще что-нибудь, вот, ну ладно, это, в принципе, не так важно, самое главное, что у меня есть карманы на моих шортах всяких, многочисленных, вот, да, я вот заметила в спортмастере такой момент, что очень много стало таких, не то чтобы некачественных вещей, вроде материал качественный, цвет замечательный, сделана по неплохим лекалам, хорошо сидит по фигуре, но в то же время эту вещь покупать не хочется, потому что очень неопрятно обработаны швы, торчат везде нитки, где-то недошито, где-то перешито, и понимаешь, что очень надо потратить время на то, чтобы привести все это в нормальный вид, вот, но как-то желание делать эту покупку сильно снижается, потому что все-таки хочется за нормальные деньги покупать нормальные вещи, которые сделаны не левой ногой в плохо освещенном подвале, вот, а сделаны так, как надо. Вот, на этом будет все, я заканчиваю это видео, как всегда желаю вам быть красивыми, счастливыми и здоровыми, вот, желаю вам хороших покупок, желаю продолжать ваши физкультурные занятия, если вы их делаете, если не делаете, то советую начинать. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok